Борьба за то, чтобы этому зеленому уголку присвоили статус сквера, длилась без малого 20 лет. Жители пятого дома в микрорайоне ДСК своего добиваться умеют. В середине 90-х отбили участок земли от строительства здесь многоэтажек. С тех пор постоянно следят за чистотой своего оазиса. На последнем заседании городской думы просьбы жители услышали, и березовая роща получила официальный статус сквера. Планов на зеленый уголок у жителей громадье. Хочется и освещения, чтобы красивые деревянные фигуры украшали пространство. Я очень часто вижу мам, которые с колясочками, особенно с маленькими. Ребенок спит, а мама рядом стоит. Ей неудобно. Если бы были эти лавочки, наверное, было бы хорошо. Задумываются жители дома и о безопасности зеленого уголка. В идеале установить здесь камеры видеонаблюдения, чтобы на лавочках не собирались злачные компании. Картинка с камер должна передаваться на пульт участковых. Хорошо бы и дорожки сделать. В непогоду протоптанные пути утопают в лужах. Вот, допустим, гравий, да? Насыпали. А потом уже, можно быть, и выдумка. Большие пни нарезаются кругляшами и туда на цементную основу. Это и красиво, и надолго, и очень привлекательно. За свой сквер жители горой дважды в год проводят субботники. Мусор убирают всем миром, привлекают волонтеров. Застигнутого за грязным делом немедленно подвергают общественному порицанию. Вернитесь, пожалуйста, и поднимите свою бутылочку. Мы тогда обещаем вам, что на телевидении вас не покажут. Будьте добры, и больше никогда не бросайте бутылки. Пиво нельзя пить в общественных местах, тем более на улице. Пока 300 рублей штраф с вас. Официальный статус сквера означает, что теперь на территории запрещено любое строительство, что деньги в благоустройство зоны будет частично вкладывать администрация. Обязательные условия для жителей запретить на территории выгул собак. Да мы не гуляемся. У нас площадка есть, где гулять с собаками. Мы в основном там гуляем с собаками. Ну а люди, ну конечно будем разубеждать, чтобы не гуляли с собаками в роще. Роще у дома более 50 лет. Жители ее постоянно обновляют, высаживают деревья, ухаживают за больными растениями. Недавно заметили, что в низине березы плохо себя чувствуют. Из 352 деревьев осталось чуть более 200. С нашей стороны подсадка деревьев. Как видите, вот липа уже выросла. Какая большая мы ее лет, наверное, 10 назад посадили. Рябинки, березки. Когда у нас рождаются внуки, мы дубки сажаем. Вот здесь вот можете потом сзади камеру повернуть. Вот у нас несколько дубков уже сидит. Мы посадили елочки, сосенки. Название для сквера семейной выбирали всем миром на очередном субботнике. Решили, что эта территория прекрасно подойдет для взрослых и малышей. Чистый воздух, здоровый климат. Свой выстраданный сквер жители называют территорией добра.